здравствуйте дамы и господа рад вас приветствовать на сегодняшней встрече компании sky world community на которой речь пойдет об инновациях в технологиях о новой транспортной инфраструктуре которую развивают люди по всей планете объединенно и вместе для всего живого проект международный который уже дошел до финальных стадий развития сейчас находится и на завершающем части 14 этапа из 15 то есть представляется всего 15 этапов где распределены огромное количество действий по сертификации и в инновационной экологической технологии и практически все они успешно завершены сейчас мы наблюдаем уже конкретно за сертификации самых прорывных частей нашей технологии которые сделают революцию в нашем передвижении и вообще в инновационных экологических технологиях потому что наш гениальный ученый анатолий эдуардович юницкий сделал огромный упор на именно экологические технологии создать ту техногенную базу для человечества с помощью которой мы сможем жить на этой прекрасной планете конечно же сейчас у меня за один час не получится рассказать вам абсолютно всю информацию поэтому сразу смотрите что вас может заинтересовать в самом ближайшем будущем и это видео на ю тубе официальный канал анатолий эдуардовича яницкого где вы можете узнать об итогах двадцатого года и уже точнее двадцать первого года и уже сейчас у нас на скажем будет в декабре новые знания новая информация для нас генеральный конструктор директора наших компаний объявят о новой информации о том что сейчас уже можно предъявить общественности потому что успехи нашего нашей технологии идут гораздо быстрее чем мы об этом слышим потому что именно сейчас уже реализуются первые адресные проекты то есть даже при том что наша технология не до конца про сертифицирована а находится на финальных этапах то что уже про сертифицирована жаждет быть построенным для многих участников так скажем тех кто наблюдали за сертификации в последние годы потому что многие страны приценивались уже достаточно давно к тому как развивается данная технология и стоит только зайти на официальный сайт сайт sky world комьюнити и вы прочитаете фантастическое количество потрясающих новостей о том как в разных уголках планеты проходят переговоры о нашей технологии о строительстве нашей технологии и даже есть ссылочки на то что один из наших представителей находится в южной америке и этот представитель связан именно с высокоскоростной трассой как до 600 километров в час и коль он туда поехал можно делать определенные выводы но все в официальных новостях и вы все узнаете именно только из официальных источников но новости есть потрясающие ну и конечно же чтобы понять всю работу анатолия эдуардовича ведь транспорт это всего лишь одна частичка нашей жизни и это та частичка которая самая актуальная сейчас которую необходимо заменить построить новый транспорт а новую транспортные отрасли которая перестанет вредить тому что есть у нас на планете то что живое и конечно же оставит огромную так скажем возможность развиваться всему этому живому то есть не будет наносить такого вреда и не будет перекрывать возможность процветания этой жизни частью которой мы дамы и господа являются ведь мы же люди мы часть нашей природы мы часть часть жизни на этой планете и поэтому транспорт будущего это одно из видео которые вы сможете в котором вы сможете бы лучше понять какую роль играет транспорт в нашем мире в мире 21 века те конечно же техногенная цивилизационная развилка как я сказал транспорта ли одна из частичек в целой серии технологий эку мир который создал анатолий эдуардович юницкий и он во всех своих видео показывает какие альтернативы в куда нам можно двигаться с учетом того что уже есть сейчас вы ведь мы техногенная цивилизация мы никуда от наших технологий уже не убежим и поэтому необходимо так скажем просто виды изменить правила использования не использовать в биосфере где все живое находится вредоносные технологии то есть там где они эту биосферу будут как-то уменьшать либо деградировать либо разрушать и это на самом деле поверхность нашей планеты где живет вся флора фауна и человек именно эту часть нашей планеты необходимо сохранить и разделить оставив там где мы живем только экологические технологии которые подходят для так скажем сотрудственные работы в биосфере то есть они как и природа работают не нанося вреда тем не менее дают нам пользу ну а все вредоносные технологии которые у нас есть которые сейчас без никуда нам без них не деться эти технологии необходимо выносить вверх потому что куда вправо влево все за вселено вниз наша земля оттуда все питание происходит оттуда растет наша пища получается что только вверх только за пределы нашей биосферы то есть хотя бы в ближний космос либо в дальний космос ну конечно же если нам нужно сообщение земля небо небо земля земля космос космос земля нам конечно же необходимо в ближнем космосе развиваться но там понятия экологии такой нету то есть там мы не можем так вредить как в биосфере как в нашей атмосфере которая создалась за миллионы лет если не за миллиарды можно правильнее так будет сказать который дает возможность всему живому жить и процветать на нашей планете то есть с помощью этого разделения и использования на земле только экологические технологии все живое сможет развиваться а всю пользу которая нам от вредоносных технологий которая нам еще нужна мы сможем получать ее только переместив ее туда где она не будет время вредить всему живому в ближний космос плюс к этому там безграничная среда пространственная то есть там сколько хочешь места и поэтому это очень серьезно освобождает представьте если все фабрики на нашей планете вынести за пределы нашей биосферы то есть за атмосферу там не знаю 200 400 километров от поверхности планеты сколько хочешь места в любом направлении в любую сторону и столько же полезных ископаемых находятся в космосе которые просто летают в нашей солнечной системе и прямое прямой лучи солнце то есть прямую энергетику можно получать без без посредника того который нас защищает нашей одной из слоев поверхности нашей защиты нашей планеты от солнечного излучения вот то есть огромное количество возможностей о том чтобы осваивать ближний космос но именно делать так это как предлагает нам анатолий эдуардович юницкий потому что только у него есть система без ракетного выхода в космос но никого это заинтересовало пожалуйста зайдите на сайт юницкая . инженер и вы там сможете увидеть абсолютно все работы данного человека огромное количество его так скажем движение как ученого эколога макроэкономиста в сторону развития нашей цивилизации и какую общую систему он предлагает для так скажем развития нашего человечества конечно же стоит узнать о том как он планирует свои жилые кластеры то есть кластеры как на земле так сейчас как например проходила 5 конференция по безракетному освоению космоса и в космосе будет свои эко дома то есть жилой эко модуль который находится прямо в космосе и его действительно можно основать взять его целиком именно то есть как на планете земля то есть воссоздать жизнь в эко доме чтобы там было абсолютно все для жизни и просветания человека то есть чтобы так скажем если мы будем разделять эти экологические технологии с вредоносными оставлять только экологические на поверхности планеты а вредоносные уводить там же кто-то должен будет жить какое-то время например посменно там четыре дня через четыре кто-то летит в космос работает да вот это делать какое-то производство новые технологии и новые мыть супер прочные материалы и и прилетает назад и вот подобного типа кластеры юницкий проработал как в космосе так и на земле и подобные кластеры уже имеют свой свою заинтересованность от многих так скажем людей сильных в этом мире потому что еще десятилетия назад уже были разработки и уже задавались вопросы а как это будет нашем регионе выглядеть а как это возможно сделать скажем а линейный город кластерного типа как можно полуостров например где-то в тропической зоне обустроиться целиком и полностью так чтобы он был по технологии юницкого в городе где абсолютно полностью город сам себя обеспечивает и водой и электроэнергии то есть светом и питанием полноценным и жильем и транспортом и это все работает совместно на полностью экологических технологий то есть стоит только поизучать работы анатолий эдуардович юницкого и вы узнаете очень много очень много о том как его технологии эко мира изменит этот мир потому что в 2016 году я познакомился с данным ученым с данным проектом с данной технологии самый первый транспортный и только потом спустя какое-то время я начал копать дальше и посмотрел на все на всю серию его технологий на все то что он так скажем изобрел уже для этого мира и для того что что он предлагает причем предлагает же он комплексно то есть человек не просто выдумал какую-то часть выдернул из контекста нет он заинтересован комплексной жизни то есть он представляет и всю жизнь изучал это человек действительно науки которые всю жизнь положил для того чтобы знать как работает этот мир и как работать вместе с ним сообща по работам анатолия эдуардовича сразу видно что он понимает как развиваются виды живых организмов на нашей планете как развивается флора как развивается человек куда он стремится какие потребности ему необходимы и насколько разнообразно наша планета поэтому его технологии уникальные уникальные и невероятно легко интегрируемые и интегрируемые в любое место и там где по температурам разное так скажем большое разнообразие и где по высотам от большое разнообразие то есть его технологии действительно могут обуздать нашу планету хорошем смысле слова работать не истощая ее проводить так скажем параллель в том чтобы гармонично использовать технологии на этой живой большой планете в нашем доме ведь дамы и господа мы один вид из 12 миллионов видов живых организмов представляете всего лишь один просто самый влиятельный но и у нас есть огромные огромные возможности для того чтобы каждому улучшать этот мир поскольку у нас настолько серьезное влияние именно у человека дамы и господа такое огромное влияние давайте познакомимся меня зовут артем курбанов я являюсь спикером партнером и инвестором данной компании данной технологии потому что когда-то познакомившись данной технологии я понял что именно сейчас на планете происходит момент когда миллионы людей в разных направлениях меняют ход истории потому что сейчас именно в двадцать первом веке люди способны изменять свои реалии практически каждый день если раньше на все нужно было много времени то сейчас все молниеносно меняется двигается и улучшается и посмотрите пожалуйста это основные побуждающие факторы которые вы можете улучшить компании skyworld комьюнити просто просмотрите и даже если хотя бы один из них вам откликнется значит вы уже можете информацию которую получите в сегодняшней встрече использовать во благо да даже уже то что прозву успела прозвучать за этих 14 минут поэтому дамы и господа устраивайтесь поудобнее берите свою водичку чай кофе и съездим в определенное путешествие можно рассказать слетаем ведь люди сейчас могут все и мы можем сейчас с вами благодаря пятому технологическому укладу благодаря появлению интернета гаджетов и всяких разных девайсов виртуальной реальности мы можем с вами находиться за тысячи километров друг от друга но тем не менее сидеть можно сказать в одной и той же комнате в одном и том же пространстве виртуальной комнате разговаривать общаться за вы можете писать и задавать свои вопросы либо даже позвонить мне на телефон жалко что нельзя сделать так чтобы надо прямую линию включать напишите дамы и господа было бы это здорово чтоб можно было прямо во время мероприятия позвонить спикеру и за по задать какой-то вопрос в качестве интерактива вот но мы сейчас можем огромное количество всего и мы самые влиятельные на данной планете но еще раз напомню вам мы всего лишь один из 12 миллионов видов то есть нас 8 миллиардов но это всего лишь один вид и поэтому от нас зависит очень много потому что наша техногенная сфера это наше детище она навсегда уже будет с нами и она с нами будет развиваться и только от нас зависит как мы ее сейчас будем использовать просто позволим ли мы использовать данные технологии которые сейчас есть 21 веке при том что есть вредоносное есть экологически как мы переход произведем будем ли мы участвовать вообще в том чтобы делать переход потому что от технологических эволюций все равно человек принимает и использует требует что мы хотим в жизнь вот такие технологии они больше идут в мир люди действительно сейчас 21 веке меняют меняют это положение потому что не государство не корпорации крупные а уже люди имеют с большую возможность менять ход истории человечества направлять то куда она пойдет какие технологии сейчас буквально за 20 лет вот в 2010 году его до 2030 года такое количество проектов такое количество технологий настолько огромный вброс всего этого произошел в наш мир что в данный момент мы понимаем что буквально в течение уже сейчас начали в течение 10 лет будут такие прострелы компании которые по 5-10 лет развиваются краудинвестинги народное финансирование какие-то личные корпорации технологии все это сейчас принадлежащие народу вырывается наружу и принесет огромную пользу всему человечеству потому что люди делают именно то что необходимо самому человеку именно то что облегчит его жизнь в большей степени конечно это какие-то закрывающие технологии то есть автоматизация потому что наши роботы наши искусственные интеллекты уже сейчас могут делать потрясающие вещи то есть закрывающие технологии могут делать автономные ту работу которую она рутинная которому человек может уже не делать наши роботы и наши искусственные интеллекты все алгоритмы все можем сделать и физически и в системе так что у нас большая часть работ которые необходимо выполнять особенно связано с тяжестью с рутиной с опасностью их можно эти три вида просто убрать растворить оставить их нашим роботом и освободить огромное количество времени но это для этого необходимо хорошее управление и именно люди становятся сейчас совладельцами настолько прекрасных технологий которые вот будут так менять жизнь дома которые будут сами себя обеспечивать города которые будут полностью сами себя обеспечивать то есть как вот города кластерного типа асанаторий эдуардович и низкого мы это уже очень скоро увидим в белоруссии потому что там уже дома как минимум я видел несколько домов которые двигаются уже в этом направлении то есть которые построены по новым технологиям с учетом того что там все растет и процветает то есть в самом доме у вас даже в гостиной маленький сад где спелый инжир растет в белоруссии то есть в нашем климате поэтому технологические революции и уклады они идут и сейчас мы как раз подходим к подобной же к подобному же моменту потому что мы передаем сейчас все очень быстро информацию передаем в любой чат sms на другой континент отправляем вообще без проблем позвонить в другую страну в любую тоже по видеосвязи на противоположную сторону нашего земного шара да пожалуйста гигабайтами за секунды деньги мгновенно переслать то есть все что связано с передачей информации в любых эквивалентах цифры и крипто кодов это все мгновенно но мы живем в реальном мире в нашем физическом и нужно эти грузы эти этих пассажиров нас перемещают то есть главная скорость перемещения физического она остается практически неизменной да какое-то идет движение вверх но в качественном плане чтобы это действительно улучшила жизнь людей чтобы это уменьшило расход ресурсов чтобы это принесло новые скорости новую мобильность новую безопасность либо новую экологию то есть эти скорости они не развиты и именно это сейчас то что даст самый актуальный большой такой переворот в возможностях человека продвижение экологического и в цен и национального транспорта особенно при том что эта технология докажет как работает подобные системы финансирования когда более просто задумайтесь дамы и господа 500 тысяч человек объединились вместе сейчас уже больше 220 стран и регионов мира объединились вместе хотя разговаривать на разных языках имеет разный менталитет но общие жизненные ценности являются таковыми что даже в этот высокорискованный венчурный проект так скажем привлеклось так много внимания так много людей на планете его изучила и поддержала и поэтому то что вы сегодня видите это заслуга огромного количества людей то есть как раньше создавались с помощью огромного количества людей какие-то большие компании либо это были какие-то фонды либо это какие-то огромные меценаты и небольшая группа людей могла уже сделать что-то большое потому что у них не было тогда такой возможности как у нас сейчас находиться за тысячи километров друг от друга но при этом находиться в одной комнате и видеть своего оппонента делиться вот так информации в таком свободном варианте когда кто-то в течение пяти шести лет изучает огромное количество информации проверяет его а потом сжатые самые сроки можно сказать энергетически собраны передают как мы сейчас за один час другим людям и смотрите какой здесь пример сделан на данной слайде это все компании но не все компании это смысле часть компаний в самых мощных которые создали тот мир который мы имеем сейчас то есть эти компании которые справились с определенной частью революции которая была нужна было огромное количество информации с ней нужно было что-то сделать компьютеры калькуляторы системы операционные и все это создавалось покупки продажи то есть весь мир объединялся все больше туризма все больше систем все больше связи и сейчас тадам тот мир в котором мы живем сейчас мы видим друг друга в реальном времени через наше устройство и можем вот так разговаривать общаться и передавать информацию в разве не чудо и эти компании развились потому что они были необходимы людям и сейчас цифровая сфера развита очень хорошо и она очень дорогостоящие но она уже не меняет нашу жизнь то ее развитие за последних сто лет то есть она уже вводит нас так скажем дисбаланс в физический мир инвестиций и в цифровой мир так получается что в скором времени нас действительно будут какие-то лежаки в котором мы будем подключены кучу мониторов у нас будет вместо капельность подключено питание в одну руку вода в другую то есть если дальше идти в цифру то она нас только в кибернизацию или как говорил анатолий юницкий в 5d 5d обязательно найдите о чем это речь потому что четкое объяснение того как определенные правящие элиты видят развитие и как использовать человеческую массу в ее планетарном масштабе в интересах меньшинства именно об этом горит этих 5d это децентрализация диз индустриализация и так далее так далее но здесь мы видим что эти компании поскольку были необходимы они поэтому развили развились до такого же до такого большого масштаба именно это дало им подобную огромную капитализацию и невероятные дивиденды потому что каждая из этих компаний ежегодно приносит своим владельцам огромное количество дивидендов так же как капитализация когда-то эти компании стоили очень мало как и наша компания струнных транспортных систем второго уровня которая в начале вот так скажем на момент завершения 15 этапа которая уже очень скоро я надеюсь произойдет компания стоит совсем немного но то каким образом собраны эти уникальные детали интеллектуальная собственность этого более 400 миллиардов долларов это одна из самых крупных компаний в истории человечества это один из самых крупных проектов народных во всей истории и эта компания которую мы сейчас с вами развиваем она увеличится в гораздо больше раз то есть капитализация будет к даже больше чем вы видите сейчас на экране потому что мы создаем физическую инфраструктуру особенно не забывая о том что физическое оно самое дорогостоящее особенно перемещение грузов то есть если перемещение пассажиров это дорогостоящий бизнес то перемещение грузов это один из самых прибыльных бизнесов на планете но и самых коррумпированных именно возможно поэтому настолько тяжело и не настолько быстро насколько бы хотелось продвигается подобная технология в наш мир потому что это новый тип движения новая логистика абсолютная вездесущая то есть супер легко интегрируемый транспорт куда угодно на нашей планете и один уникальный транспорт настолько в гибких исполнениях в разнообразных видах трасс транспорта что он подходит абсолютно для всей планеты то есть нам не нужны будут в будущем разные типы транспорта потому что мы сможем пользоваться одним самым безопасным это уже фотография дамы и господа начальна некоторых из них я уже катался лично и более 10000 человек в разных уже странах мира потому что у нас в двух странах подобные полигоны в белоруссии в умеренном климате и в объединенных арабских эмиратах и на этих транспортах мы уже показываем что это будет гораздо разумнее чем морской транспорт чем авиатранспорт чем железная дорога которая так много забрала нашей земли и при этом уже практически дает очень мало пользы ну и конечно самое главное изменение это автодорожный транспорт дамы и господа если вы думаете что это вас не касается это касается каждого даже если вы не автоводитель и даже если вы всегда ездите на автобусах и поездах все равно происходящее на планете сейчас связано со всеми нас 8 миллиардов человек и мы действительно одни из самых влиятельных существ на этой планете просто вглядитесь на количество дорог на этой планете посмотрите на этот цвет это физические удавки на поверхности нашей планеты поверхность нашей планеты которая живая та биосфера о которой я говорил помните над поверхностью земли и до нашей стратосферы так скажем это часть там где проживает все живое и этот первый уровень он ограничен и к сожалению сейчас он опасен именно из-за автотранспорта потому что это самая большая трагедия которая происходит ежегодно с людьми более полтора миллиона жизней в год забирают автотранспорт и около 10 миллионов делает инвалидами только за один год когда-то он был действительно полезен как и железная дорога когда-то была полезна ведь она за 150 лет позволила нам настолько развить и распространить наши возможности особенно из крупно населенных и развитых городов в провинции но мы находимся в 21 веке и человек 21 века может изменить это и если раньше мы могли сказать что нам не подвластно это то теперь мы точно можем сказать что именно люди могут изменить в нужную в необходимую самому народу сторону развития наших технологий и вообще жизни потому что рай можно построить и на нашей планете если люди будут брать ответственность за свою жизнь на себя если они будут брать свою жизнь в свои руки и стараться делать лучшее как минимум в пределах себя внутри наружу снаружи для своей семьи для своего дома для своего города для своей страны для своего региона континента и тогда вы поймете а мой же дом он же весь вся же планета мой дом вся же планета и таких же много людей которые ухаживают используют маленькую часть но ухаживают стараются чтобы распространялась как на всю планету его уход его забота потому что это весь наш дом и от каждого из нас зависит какой мир у нас будет дальше ведь у нас действительно есть возможности изменить этот мир потому что в двадцать первом веке с помощью интернета вот доказательства мы смогли за небольшое количество времени людьми просто народом который как раз и пользуется больше всего транспортом не яхтами не чартерами рейсами не ламборджини и феррари а транспортом тем транспортом который нас доставляет на наши места работы на наши места учебы на наших для наших путешествий то есть транспортом больше всего вообще пользуется сам народ и именно он же так скажем в его интересах должен этот транспорт строится а куда еще лучше если кроме того что в его интересах этот транспорт изобретается и строится так еще и технология данного транспорта и и развитие и производство может быть владением этого народа именно подобным образом анатолий эдуардович развивает свои технологии именно таким образом получилось развить один из самых крупных проектов в истории человечества с помощью народного финансирования с помощью микроинвесторов с помощью договора конвертируемого займа когда люди кредитуют финансируют технологию в развитии и становятся ее совладельцами с помощью именно подобной технологии создалась настолько уже проработанная компания и что технологии уже заказали и она уже строится то есть уже первые адресные проекты пошли значит и первые дивиденды уже очень-очень скоро будут у совладельцев данной технологии дамы и господа перед вами философия того как человек с учетом его техногенные сферы его детище что она всегда с ним останется как он может жить на поверхности земля или над поверхностью планеты земля чтобы все было гармонично то есть чтобы планета идеально нас встречала никаких волнений лишних не происходило от того что мы ее бурим везде что-то откуда-то выкачиваем выкапываем выкалываем можно делать другими способами можно делать менее вредоносно как минимум у анатолия эдуардовича есть и возможность производства электроэнергии чистой который всей планете и всему живому хватит более чем на пять тысяч лет за этих пять тысяч лет мы уже сможем серьезно продвинуться в энергетике но уже сейчас есть способ именно долгосрочного экологического производства энергии понимаете то есть есть эти технологии о них только необходимо узнать они продвигаются от критического мышления от критического набора этих знаний у всего человечества потому что если об этом знают сто человек всего и которые не имеют большого влияния или там большие участие денежных средств нашей планеты то тяжело это так скажем вставить заменить какую-то другую технологию прийти каким-то технологиям на помощь ведь для кого-то же это огромный бизнес то что работает сейчас и если это поменяется на новое что-то то кто-то потеряет свои доходы кому-то не хочется терять свои доходы у кого-то есть совесть у кого-то ее нету мы видим насколько нефти и химия сохраняется из удерживается многие те кто интересуются технологиями понимают что множество классных технологий и ученых пропадают просто и так скажем скрываются их возможности да что говорит даже с нашим генеральным конструктором происходило множество разных вещей как он пробивал вас дорогу светлую для продвижения подобных технологий в мир именно с помощью людей именно с помощью народа когда критическая масса людей набирается все больше и больше люди интересуют и изучают каждый со своей стороны кто-то инженер высших высшего уровня кто-то юрист кто-то биолог и так далее каждый изучает данную технологию мы конечно огромный штат уже сейчас заботятся о том чтобы эти технологии получали свой фундамент свой старт свою плотную разработку и потому что мы видим очень быстро проходит модернизация уже сейчас пятое поколение транспорта выходят на так скажем на рынок и философия экологии и работы во благо всему живому она прослеживается в каждом слове в каждой статье и в каждой технологии анатолий эдуардовича и низкого это конечно же гениальный человек который создал более 150 изобретений написал более 20 монографий участвовал в нескольких грантах в оон и этот человек создал не просто отдельные кусочки как я говорил а целую серию технологий о том как мы можем из обычных землян которые сейчас можно сказать местами уничтожают свою планету свой дом да я говорю в полностью не конкретно вы а если взять все человечество потому что мы просыпаемся последовательно и да скажем пробуждаем других наших друзей нашей семьи наших знакомых в том что поздно быть безучастными сейчас есть возможность участвовать и тем более от нас зависит то что будет происходить с этим миру какой мир мы оставим дальше потому что кто-то должен брать если на себя ответственность и конечно же все начинается с тех кто просыпается раньше кто раньше понимает что в этом мире мы действительно уже что-то можем изменить особенно с помощью интернета и подобных проектов ведь возможности которые дает каждому человеку данная технология и данное производство она просто безграничны мы сможем ускорить и каждый город новый так кроме этого еще и существующие при том что все транспортные инфраструктуры которые существуют на данный момент являются традиционными они менее эффективны чем струнный транспорт анатолий эдуардович и единицкого и они гораздо более затратные сложные долгосрочные по строительству и гораздо краткосрочные по эксплуатации то есть по всем параметрам данный транспорт обходит другие виды традиционного транспорта потому что анатолий эдуардович взял все лучшее из-за технологий перемещения из точки а в точку б любого груза или пассажира и собрал абсолютно новую уникальную так скажем технологию которую в ближайшую сотню лет скорее всего именно глобально как-то никто не не видоизменит потому что он использовал при существующих технологиях самые разумные условия как так скажем наш груз из точки а что вот к переместился в точку б что произошло с его энергиями там кинетической и разными другими как изменилось что куда приложилась энергия на что потратилось то есть он взял все связано с перемещением и создал из него самый наилучший самый эффективный самый экономичный вариант и это наши струнные транспорт то есть с помощью подобной технологии сертифицировав ее ведь это самая важная часть мы просто начнем строить по всей планете каждый регион даже самый слабый по финансовым своим возможностям сможет позволить себе данные трассы потому что они занимают минимум землеотвода значит минимум минимально стоимость земли минимум ресурсов нужно на то чтобы построить его потому что вся система супер легкая и надежная и минимум на эксплуатацию не надо убирать не надо защищать снег в темную в теплых краях в тропических там не надо чистить от песка от каких-то бархан то есть технология продумана со всех сторон так чтобы она служила долго качественно безопасно чтобы можно было поставить ее куда угодно чтобы она и в новому помогала и в старых городах в любом направлении над кварталами сквозь здания это все позволяет наши струнные системы и именно сейчас в проект процесс вот этот вот крауд инвестинга когда процесс развития этапов реализация бизнес всех задач для того чтобы по окончанию 15 этапа вышла крепкая стабильная компания которая собственным производством которое больше не требуется не требуется сторонние финансирование она вышла на самофинансирование у нее есть все мощности все заказы все сертификаты все работники и она напрямую уже и даже адресные проекты и она напрямую уже работает с этими адресными проектами получают прибыль платят дивиденды и растет в капитализации огромными масштабами потому что это гораздо полезнее гораздо эффективнее и актуальней реализация данной технологии чем шесть например тех компаний которые вы видели при объяснении 5 технологического уклада они гиганты но это будет кроха по сравнению с тем что делает анатолий эдуардович уницкий масштабом и его видение его идей его технологии просто нет границ и вы узнаете об этом лучше как только зайдете либо на его сайт анатолий юницкий например на ю тубе либо юницкая точно инженер просто в любом браузере либо можете посмотреть как выглядит уже так скажем салон продаж нашей компании это unitsky.com и вы увидите как это работает либо юсти точка инк это один из самых последних сайтов которые так скажем модернизированы где вы можете увидеть как выглядит наша технология и там уже представлены как для то есть думан какой-то государственный деятель там министр транспорта какой-то страны он может зайти на этот сайт и посмотреть где что как финансовые аудиты технические параметры какие документы свида связаться подать говорит у нас например там в перу в таком-то городе хотим сделать трассу либо там у нас в там в италии вот такая вот трасса либо где-то еще то есть теперь уже до такой степени официально и на высоком уровне поставила себя наша компания и наш проект что мы работаем на официальном уровне с государствами и конечно же огромная часть этого возможно именно из сертификации то есть именно то ради чего и необходимо нам теперь закончить оставшийся 15 этап то есть вот мы с 14 закончим сейчас и 15 этап это последний который даст нам окончательно все сертификаты для строительства полной серии нашей транспортной технологии то есть с помощью сертификатов которые мы получим на пятнадцатом этапе мы сможем уже строится по всему миру и там дальше будет стоять только вопрос как нам сделать побольше и побыстрее заводов чтобы притянуть туда людей чтобы они получили скорее новые специальности по работе связанные со струнным транспортом с его увеличением и с его расширением по всем уголкам нашей планеты конечно же хочется видеть это как можно скорее потому что я лично на нескольких видах транспорта уже катался и последний проезд в двадцать первом году в арабских эмиратах был в шарджи ощущение уже и скорость была другая и ощущение просто потрясающее действительно в вип исполнении транспорт который летит на поверхности земля и очень хочется видеть как это будет двигаться в масштабе в масштабе нашего города в того города в котором вы родились которым вы живете сейчас то есть уже очень-очень жаждется когда первые проекты пассажирские будут готовы даже и грузовой я бы и на грузовом прокатился просто чтобы ощутить это даже внутри контейнера как это проехать на нашей трассе уже коммерческом исполнении но я уверен что уже в очень скором времени мы узнаем эти детали мы узнаем где же уже строятся наши первые транспортные сети и откуда они начались откуда они проложили свой коммерческий путь ну я уверен что в этом году мы узнаем о новых проектах потому что было еще в прошлом году сказано что в за этот год наш проектный список возрастет до десяти проектов поэтому ждем уже есть некоторые интересные новости на нашем официальном сайте sky world community где можно действительно порадоваться тому как проходит сейчас развитие и и стыковка уже государств заинтересованных видящих насколько серьезно продвигается технология какие какую пользу она может привести и в пассажироперевозках и в грузоперевозках и конечно же каждый хороший правитель своего города либо своей страны хочет новый прекрасный транспорт который увеличит в разы возможности всех людей представляете когда мы будем по городу перемещаться со скоростью 150 километров в час без пробок без загазованности без аварий а когда мы начнем перемещаться между городами 600 километров в час и сможем из любого города в один и тот же день переехать в другой город увидя сделать так много ну и конечно по всем направлениям то есть кому-то нужно быстро перемещаться а кому-то нужно много груза с собой перевести вот а кому-то постоянно в центре города нужно ездить а кому-то наоборот только из центра в центр больших других городов по этому наша технология изобретена максимально широким спектром того что так скажем может предложить сейчас транспортные отрасли потому что у нас есть транспорты для пассажиров от самого минимального где может поместиться два человека для решения последнего километра то есть даже самые маленькие деревья деревушки смогут позволить себе построиться такого рода сообщения и быстро и очень очень дешево экономично добираться из крупных городов в маленькие какие-то деревеньки в маленькие поселки но также и пассажиропоток самый максимальный который может представить наша компания он тоже поражает потому что как говорит анатолий эдуардович под стать метро можно будет сделать пассажиропоток с помощью струнного транспорта а это невероятное количество более 50 тысяч пассажиров в час и и это тоже возможно для наших технологий поэтому в крупных городах в новых которые строятся и даже в таких странах как китай или индия могут быть использованы наши технологии потому что они будут справляться с тем пассажиропотоком который необходим в нашем мире вот как я говорил решение последнего километра юнивинт прогулочные туристические транспорты юнибусы юникары по 8 по 6 мест по там по 18 хоть по 48 их можно собирать там хоть 200 по 25 мест 8 вместе собираются как в поезд и происходит огромный пассажиропоток с помощью подобных как бы с одной стороны отдельных транспортных средств но конечно больше всего интересует передвижение скоростное которое до 600 километров в час мы сможем передвигаться между нашими городами и просто представьте сколько мы можем успевать сделать за один день вы сможете приехать с утра в другую столицу в другую страну сделать свои дела съездить в третью столицу и вернуться потом к себе домой в этот же день затратив не больше времени чем сейчас мы делаем затратим времени чтобы по городу поперемещаться именно такие возможности ждут нас уже очень скоро и конечно же ожидается когда же будут первые тесты когда можно будет проехать на данном транспорте каким-то образом возможным попасть на презентацию подобного скоростного транспорта который едет настолько быстро потому что само представление когда ты летишь по такой трассе особенно когда уже катался на как например на провисающей трассе сквозь верхушки деревьев сквозь кроны ты пролетаешь и ощущение прекрасно прям не не кажется что едешь ты пролетаешь потому что как птицы на этом уровне и получится что на этом транспорте будет еще более потрясающе это ощущение потому что как так быстро будут сменяться красоты нашего мира вокруг нас и полностью экологическая технология в этом самое главное чудо данной технологии две тысячи раз безопасней струнный транспорт чем автомобильный транспорт то есть с помощью данного транспорта не будет никаких перекрестков и боковых столкновений не будет столкновений прямых потому что каждый транспорт связан между собой каждая подмежуточная и анкерная опора вся система он уже настолько развитый уже и искусственный интеллект на закладывание алгоритмов и то как обучается этот искусственный интеллект и наше машинное зрение и наши так скажем роботы наша механика и роботизация то есть мы можем довести сейчас многие функции до автоматизма что и делает анатолий эдуардович и низкий освободив время нам как творцам для того чтобы творить но это то что связано с пассажироперевозками а у нас же есть еще и грузовые перевозки которые являются самыми дорогостоящими в этом мире то есть самые большие средства мы будем получать именно от грузоперевозок тем более хотя тем более что мы предлагаем самую дешевую цену 1 доллар за 100 километров за 100 тонн на километр 1 доллар за 100 тонн на километр это ноу-хау цена с которой можно будет перевозить как вот в юнитраках разных видах сейчас покажу поподробнее например вот такой юнитрак где могут перевозиться и сыпучие и штучные грузы и да даже жидкие грузы вот либо такое как юникон то есть перевозка любых контейнеров любого вида который сейчас существует из понимаете мы приходим и перенимаем приходим на помощь другому и другим видам транспорта делаем чем больше грузоперевозок будут проводиться с помощью наших транспортных систем струнного транспорта второго уровня тем более безопаснее как в процентном соотношении по происшествиям по всему будет становиться тем быстрее будут доводиться груза тем дешевле они будут потому что у них нет простоя нет лишних затрат на то чтобы их перевести нет человеческого фактора и все работает автоматически автоматически ну так скажем автоматизируемые закрывающие технологии помните которых я говорил которые освобождают время сами работают нужно просто правильно их настроить и с помощью такой технологии кроме того что сам народ будет получать прибыль за то что он больше всего сама использует в рут употребление так еще и к такая безопасность полная экология то есть огромное количество плюсов будет в том что придет данная технология на помощь а то что мы и совладельцы даже таких вот раз как для месторождений и рудников туда куда не построить ни железную дорогу не запустить автотранспорт для того чтобы привести руду а самолетами и там дронами никак можно сделать подобные дороги для материи и это все уже построено это уже просертифицировано это уже есть в наших этих на парках в белоруссии и в арабских эмиратах но сейчас производится еще в следующие дополнение изучения сертификации которые были заявлены на данные 14 15 этап они проводятся и конечно же поинтересуйтесь ну потому что есть и фото и видео о том как сейчас развиваются наши струнные дороги в тропическом исполнении потому что там происходит история дамы и господа то что они сейчас делают это прям вау ну и конечно же это лишь всего лишь один проект струнный транспорт дамы и господа но смотрите сразу шире вы знакомитесь сейчас не просто с отдельным маленьким проектом это часть инфраструктуры транспорт потому что изменений необходимо много для того чтобы мы построили в ближайшую сотню лет на нашей планете действительно рай где будет чисто и все цвести они от где будут как в матрице огромное количество трупы дымящих серое небо и мы киборги и вокруг нас только машина конечно же хочется жить и цвести процветать что пели птицы что плетали бабочки чтобы все было усеяно плодами фруктами ягодами и ежели мы счастлива и беззаботно особенно при том какие технологии у нас уже есть поэтому дамы и господа поизучайте анатолий эдуардовичу низкого зайдите на юницкая . инженер увидите весь спектр его технологии потому что смотрите например обычное дело порт огромное дорогостоящее занятие если его вывести с прибрежные зоны там где земля соприкасается с водой то огромная экономия не нужно строить порт стандартным образом это невероятно дорого земляные работы а еще и рядом с водой чтобы крупные суда могли заходить в этот порт и не стали на мель еще у них есть очередь их нужно разгрузить потом на куда-то на автомобиль либо ну то есть на грузовики либо на железную дорогу там кто несколько рядов отправить этот эшелон дальше где его дальше будут разбирать а здесь порт на шельфе моря далеко от берега но недостаточно то есть к там где еще прямой шельф идет там на подобных технологиях струнного транспорта делается такой вот порт где подходя или может подойти любое судно для этого не нужно ничего специально вырывать супер экономии экология никаких лишних затрат и груз ставится на наш юниконт например и по нужному заданию отправляется уже в нужный город нужную точку распределения на какую-то фабрику либо еще куда то то есть все продумано до мелочей и так есть и дома и города и вакуумное стекло с потрясающими характеристиками и вот электроэнергия и порты и в авиа пока она еще есть как делать так скажем авиационные пути короче очень очень много всего придумал этот гениальный ученый и сейчас успешно это развивает необходимо только интерес интерес других людей чтобы изучать чтобы пробовать чтобы смотреть то что предлагает гениальный ученый народу потому что главное почему он предлагает об этом на это народу не раз ему предлагали выкупить эти технологии отдать больше 50 одного процента но тогда вся эта полезная технология стала бы коммерческой и не все смогли бы призываться ей потому что ее превратили бы в коммерцию а сейчас поскольку она принадлежит данная технология болу более полумиллиону человек она навсегда останется народный у нее будут приемлемые цены для пользования везде и особенно то что преследует анатолий эдуардович это очистить нашу планету не довести до точки невозврата в гармонии с ней жить используя гармоничные для этого технологии экологические именно таким способом очень экономически разумно будет в особенно в самом начале строить наши дороги в любом направлении потому что часть прибыли будет приходить раз в год всем совладельцам а поначалу стоимость будет немножко дешевле чем ну уж точно чем уже она у существующих традиционных транспортов и так будет возможно со многими технологиями потому что это движение людей skyworld комьюнити людей которые объединились они собираются вместе и множество из них хочет уже продвигать и эко дома и линейные города и заниматься электроэнергетикой то есть огромное количество людей семей вместе с детьми взращивается на новом уровне сознания управленцев нашей планеты то есть не только вот мы самые умные нам все принадлежит но раз мы самые умные и влиятельные значит в наших руках эту планету сделать раем чтобы на ней хотелось родиться и технологии анатолия эдуардовича абсолютно полностью под это подходит потому что мы видим все просто то что он делает все быстро все чисто все элементарно максимально долгосрочно нету запланированного устаревания ни у чего потому что человек делает так чтобы это работало и главная система они все идеально простые то есть это струны просто более разумное использование самого транспорта аэродинамики энергетики материи пучки струн которые десятикратный запрос прочности дают в специальном корпусе рельса наполнен бетон антикоррозии шумоподавления фиксация струн и стальная головка рельса по которой идет стальное колесо от которого идет мотор электромотор и это наши можно сказать электромобили на струнах но эффект и использование данного транспорта она принесет невероятную пользу очень быстро очень экономично в абсолютно все уголки нашей планеты это анатолий эдуардович и низкий как сказал так и сделал и он показывает своими работами своим трудом что у него действительно это получается то что мы видели в последний год когда приезжали в белоруссию и сейчас в объединенных арабских эмиратах показывает что мы действительно действительно двигаемся в ногу со временем и это так скажем даст нам невероятные новые скорости новая безопасность огромное количество сохраненных жизней наш генофон и возможность быть вездесущими потому что новая логистика с помощью таких систем представить в маленьком транспортном средстве около 250 датчиков которые за безопасность и комфорт отвечают пассажиров либо груза машинное зрение понимает что происходит вокруг что нужно сделать притормозить и ускориться вся система работает как пчелки к пчелиный рой совместно помогая друг другу если в любых случаях то есть например одном или там мотор колесо отказала или там что-то произошло дано транспортное средство может доставить другое до места ремонта то есть вся система она минимуму затребывает человеческого внимания и максимум дают пользы и это достоинство наших технологий их просто нужно использовать сейчас когда мы были с коллегами на экспо 2020 на потрясающие выставки которая проходила полгода привозили многих наших от самых активных партнеров туда на эту выставку увидели на каком уровне развить сейчас мир когда находишься долго в провинции не так это замечаешь но когда приезжаешь и видишь все эти технологии наяву когда с тобой разговаривают роботы искусственный интеллект подмечает абсолютно все детали анализирует себя и может что-то предложить тебе то есть это потрясающе то что сейчас происходит поэтому данная технология многим из провинции например кажется может быть каким-то будущим в арабских эмиратах она смотрится абсолютно в пору как будто так и должно быть как будто так уже 10 лет и было вот когда ты видишь как выглядит на визуализация например в дубай марина произведение наших например 15 километров 21 станции то есть ты понимаешь что да прям этот транспорт без проблем подходит и самое интересное что он подошел в уже существующий город то есть который не был рассчитан для этого но наш транспорт супер легко интегрируем куда угодно и сможет улучшить даже существующие города и конечно же эта помощь она обязательно будет она обязательно придет потому что это сделает наши городах намного разгружений и пас не будет таких пробок не будет загазованности будет больше безопасности мне бы хотелось чтобы наших городах во всех уже существующих это было потому что это действительно необходимо и это самый безопасный вид транспорта действительно на нашей планете поэтому хочется чтобы он как можно скорее распространился а для этого нам необходимо завершить 14 и 15 этап и все начинается с изучения дамы и господа сайт sky world комьюнити анатолий юницкий в нашем ютубе либо в рутубе в зависимости от того где вы смотрите и конечно же unitsky.injeneer unitsky.com и ust.inc это наши сайты смотрите изучайте интересуйтесь ведь именно подобные технологии смогут изменить наш мир и мы можем в этом участвовать ведь нас 8 миллиардов человек мы как раз сейчас как по каким-то из официальных данных превысили эту цифру 8 миллиардов человек и сейчас мы способны изменять мир в любую сторону действительно человечество совместно может сделать лучший мир для всех абсолютно для всех с помощью технологий с помощью экологических технологий анатолий эдуардовича и как решил этот гениальный ученый который изобрел все это транспорт это сейчас самое актуальное то что можно сделать прийти на помощь и дать огромный плацдарм для развития струнных транспортных технологий и всех других экологических технологий серий экомира анатолия эдуардовича и ницкого стоит только поизучать дамы господа 15 этап не за горами у каждого человека по моему мнению должна быть возможность хотя бы один раз услышать об этом ученым и от данной технологии даже если вы хотите пройти мимо не считаете это важным передайте это кому-то хотя бы одному человеку который может в этом разобраться потому что именно тех людей которые понимают что они сильны что они могут помогать что они могут дарить что они могут менять что они настолько мощны что могут менять этот мир именно от этих людей и происходят самые лучшие изменения потому что мы делаем лучший мир абсолютно для всех и сейчас мы можно сказать на старте так скажем чтобы стать космической цивилизации потому что технологии анатолия эдуардовича и ницкого позволят нам это сделать и я рад что у меня есть возможность поделиться этим с вами потому что из множества информации которые я почерпнул за последние шесть лет это этот ученый и эта технология технология это одно из лучшего что в ближайшее время произойдет с нашим миром потому что это изменит жизнь каждого и уже изменила мою жизнь с вами был артем курбанов и компания skyworld комьюнити именно та компания которая сейчас такое непростое время в двадцать втором году двадцать первого века дает возможность абсолютно любому человеку заниматься созидательной деятельностью развивать инновационные экологические технологии помогать технологической революции и при этом получать вознаграждение без ограничения в своей стране работая на своем языке на своем континенте с любым другим человеком но созидательной деятельностью развивая наше общее дело добро пожаловать в skyworld комьюнити благодарю вас за ваше внимание ведь всюду куда направлено ваше внимание то и растет и сегодня оно было на нашем общем добром деле до новых встреч дамы и господа будьте здоровы улыбок вам и помните мы получили эту планету не в наследство от наших родителей мы берем ее взаймы в наших детей улыбок